Ситуацию поселения, как обстоят дела, тем более у нас сейчас очень ответственное время, подготовка 9 мая, 73-е победы. Хочу сказать, что два слова перед тем, как глава администрации расскажет ситуацию на местах. Хочу сказать, что мы успешно, обсудив с общественностью, с ветеранским движением, всем Кингисепска района, города Кингисеппа поменяли памятник в роще 500 нашего солдата. Прекрасно знаем, в таком состоянии был памятник, памятник уже стоит новый. Семь, что в принципе в конце лета, начало осени мы рассчитываем, что ФОК будет уже введен в эксплуатацию, затем определим также, нужно будет профинансировать его начинку ФОКа, и для наших спортсменок, я думаю, мы его запустим в этом году, должны запустить в эксплуатацию. Есть у нас четкие планы по дорожному строительству в этом году в городе Кингисеппе. Мы понимаем планы дорожного строительства нашего региона по территории. И отдельно можно будет еще как-то тематически, даже здесь, наверное, может быть, 25-го, на расширенном совещании, давательно дорожников пригласим, и пускай они нам, насколько всю программу этого года регионально. Мы в тесном сотрудничестве с ГИБДД города Кингисеппа определяем новые направления совершенствования уличной дорожной сети, чтобы кингисеппцам было комфортно ездить по городу, чтобы, в общем-то, мы наконец-то исправили те ошибки, может быть, которые у нас есть в дорожной сети, или же привнести что-то новое. Поэтому, Виталий Павлович, большое спасибо вам за это взаимодействие, которое, на самом деле, мы сейчас чувствуем, что работа пошла, пошла слаженно, без проволочек, бюрократии какой-то. В ближайшее время вы увидите все благоустройство, которое мы завершим 9 мая, и просим прощения перед кингисеппцами, перед жителями, если мы доставим неудобство в ближайшее время на нашем кольце въездном. Поэтому принято решение, за счет спонсорских средств мы полностью перестроим въездное кольцо, оно будет совершенно другого облика, это будет, как бы, станет, наверное, если все получится, визитная карточка нашего города, кольцо, и украсит наш город. У нас проходит, продолжается месяц по благоустройству, многие организации уже приняли участие, в частности, в субботу у нас был воедной субботник у Дорожного комитета правительства Ленинградской области, они выбирали и придорожную территорию вдоль областной дороги, кроме того, делали благоустройство на памятнике рядом с Касковой, и посадили несколько деревьев, за местности, то есть, мы так многофлотно поработали. За последнее время у нас прошло асфальтирование улицы, проспект Тарламаркса и улицы Жукова. Это право подготовки к 9 мая, и предстоит еще нанести дорожную разместку. Тоже пока контракт заключен, с рога 8-го, и из близлежащих работ у нас еще идет устройство тротуарной дорожки, которое в продолжение улицы Химиков соединит мимо Горожного общества Лада к лапищу, место, где обычно ходят люди, и там мы делаем дорожную устройство. Получилось бы, чтобы у нас, мы решили все-таки дорожку сделать. Да, Геннадий? Да, дорожку будем делать из нежележных средств. Мы пришли на уборку города, и довольно-таки хорошо поработали. Администрация провела, два субботника, на то что неделе, поработали и на кладбище, и на центральном кладбище, значит, и город убирали. За эти 2,5 месяца нам удалось выпилить 100 с лишним старых тополей, и посадили, значит, в Совет депутатов на прошлой неделе 35 елочек посадил, администрация посадила 16 каштанов. В общем, у нас тоже идет такая вещь, что меняем старое на новое. В последнее время приводят их в соответствие, убирают битые стекла, меняют, красят, и все приводится в порядок. Значит, мы приступили к работе на текстильщиков, заканчиваем последнюю улицу закатка асфальта на текстильщиков, улица текстильщиков, и, значит, русинка будет закатана полностью вся в асфальт. Сейчас, значит, проводим конкурс на улице Маяковского. В ближайшее время мы, где-то в июле месяце приступим к ремонту улицы Маяковского, тоже закатываем в асфальт. В общем, эти работы тоже продолжаются. Ямочные элементы мы начали делать, значит, своими сериями. Мы планируем, что за лето сделаем довольно-таки количество, небольшой объем пьяночных элементов. Единственная у нас проблема была по свету после вот этого сильного ветра, который был в четверг. И вот в Зархоне у нас оставался дом, и несколько домов в Комаровке вплоть до субботы. Устранили только в субботу, потому что в Зархоне там была угол-подстанция какая-то авария, в пятницу ее до конца не устранили. И не работала одна фаза в Комаровке, и, соответственно, в нескольких домах не было света, тоже только сделали субботу. Люди почти двое суток сидели без света. И две газовые плиты, ванну, потом ракурно-смеситель, там счетчики, трубы, все это будет ставить управляющая компания. Баннеры у нас на доме культуры вечера повесили, и на столбах повесить во вторник. Ну и по субботнику тоже все идет по плану, в швалке мы убираем предприятия, организации на субботники выходили, сами мы тоже вчера, убрали все от Атанинского шоссе, от поселка, вот эту трассу. Дальше сухо могло нам быть в мусор в мешках. В общем-то, да, работа уйдется. А по управляющей компании мне сказала, что в четверг жилищный инспектор Громов был в Сланцах. Наш директор управляющей компании туда дает недостающие документы. Ему был дан положительный ответ. Вот сегодня он сейчас созванивается, и сегодня или завтра он поедет в Санкт-Петербург. Лицензию он получит. Мы провели переговоры на прошлой неделе. Буквально с первые рабочие дни мая, как мая, и мы выполнили на конкурс населения. Вернее, не на конкурс, а на собрания. И население будет предлагать бюро-правляющей компании. Я думаю, проблем каких-то и не будет. Мы сегодня проводим все уборочные работы на братских захоронениях. Еще у нас на 50% у нас их 11. Но единственный вопрос, что все-таки будет ли в этом году установлены контейнера в тех местах, которые были согласованы с закуплением контейнера. Там у нас опять в прошлом году мы все убрали. В этом году опять образованы свалки. Все-таки будут ставиться контейнеры или нет? Четыре пометки. Капитальный ремонт сделали, остальные привели в соответствии. Также сейчас на окончании сезона меняем котел, посолки котельские за счет средств предпринимания. Проводим благоустройство. Один субботник большой провели. А вы планируете перед 9 мая еще провести, чтобы не было. Мы провели часть домов, которые закуплены от этой подставки, и были без цвета. Мы приняли в 3-3 минуты. И 9 мая тоже готовились. Медали у нас вручены все. Основные проекты у нас будут 9 мая. Захоронения все у нас реставрированы. Они все новые. Единственное, что во время урагана в одном из парков деревья Паваликова памятники не пострадали. Конечно, у нас продолжается субботник. В 30-м выходе мы выстрелили любые каштаны. Вот все, что мы можем. Медали мы вручили 21 числа. В настоящее время у нас на территории все спокойно. Единственное, только в четверг вызывали пожарную машину, так как было возгорание травы от железной дороги и двигалось в деревню Торма. Но от жителей вызвали пожарную машину и в кассе. Переломы у нас в настоящий момент все двери, которые мы меняем, вынуждены поменять. Пропали на почтовом отделении денежные средства. У нас только фотоаппарат. Пожаров было 7. Два дома, три входа постройки, одна баня, одна дача. ДТП было 5. Погибших мест пострадали 2 человек. А в итогах работы ЗАГС за 2014 год? В зачетный период зарегистрировано рождение 816. Из них мальчиков зарегистрировано 400 человек, девочек 416. Самыми распространенными именами, которыми называли мальчиков в 2014 году, стали Артем, Дмитрий и Александр. Среди женских имен Виктория, Анастасия и Анна. Количество умерших в 2014 году составило 1178 человек. Это меньше, чем в 2013 году на 60 человек. В том числе жителями Ленинградской области умершей, я имею в виду, являлись 1054 человека, жителями Санкт-Петербурга 51 человек, жители других регионов России 33 человека, лица-бомж 35 человек. В зачетный период зарегистрировано умерших граждан трудоспособного возраста 293 человека. Это на 41 человек меньше, по сравнению с 2013 годом. Жительность жизни в 2014 году составила 69 лет. В том числе средняя продолжительность жизни женщин в 2013-2014 годах не изменилась и составила 74 года. Средняя продолжительность жизни мужчин в 2014 году составила 63 года, в 2013 году 62. В 2014 году зарегистрировано в заключении браков 690. Из них зарегистрировано 107 пар, в которых один или оба супруга являются гражданами иностранного государства. В 2013 году таких пар было 67. В расторжении брака за отчетный период было зарегистрировано 433. В том числе в 232 парах имеются несовершеннолетние дети. В 2013 году регистрации было 461. Из них с детьми несовершеннолетними 233 пары. С детьми несовершеннолетних и на его исполнение задействованы так и на начинке комитеты и отделы организаций и так и отделы их делающих людей. Проведено уже несколько встреч с представителями предприятий, учреждений города, общечными организациями, ветеранскими организациями по планированию предприятий и возможности участия в них. Определены следующие зоны ответственности. В первую очередь, конечно, проведена линия состояния памяти на территории района обозначены сроки, в котором и каждое муниципальное образование переделывается в порядок эти места. И работа эта пока еще не завершена, но в доме уже достаточно много. Разработаны и скизы, определенные сроки, количество мест, измечения официальные рекламы в городе, полностью будут применены комплекты планов расцвечивания в городе Кубисепе. Составлен отдельный план представителями СМИ по освещению событий, предшествующих 9 мая. Наверное, вы не знакомитесь, когда публикациями, то увидите, что фазы в газете, в Восточный береговремя и на нашем телевидении Ямково постоянно выходят статьи, и будут сюжеты, священные эпизации. Волонтеров организованного обучения и лучшие волонтеры Нейнградской области смогут принять участие в организации парада на Красной площади в Москве и военной Московой парады в Севастополе. Кроме того, 500 волонтеров России в Франции года соберутся в городе Москве для награждения. Мы надеемся, что и волонтеры нашего района также будут в этом участвовать. Также в сфере молодежной политики проводится множество актов, акций, это и акция «Бессмертный Бог», в которой мы также присылаем, в акции участвуют и «Середняя победа», и «Российская акция «Географическая ленточка» и многое другое. Ну, и в заключении я хочу ознакомить вас с планом мероприятия непосредственно, которые будут проходить 8-9 мая. Впервые у нас проводится такое серьезное большое мероприятие «Фестиваль-конкурс 70-ти на войне». Очень активно осуществляют все предприятия, учреждения нашего района и участвуют в отборочных турах очень активно. И 29 апреля в 18 часов «Фидохохимик» пройдет большой зал-концерт заключительный, где выступят победители отборочных туров и будут также определены победители этого фестиваля. 8 мая реакционно уже в шестой раз пройдет автопробег по местам «Боевой славы» по двум маршрутам восточному и западному. Начало автопробега 8 мая в 9.30 у Памятника Славы. Также 8 мая в 13.30 на площадь Николаевых участников маршрутного «Боевой славы» и спортсменов представителей администрации учреждения города. 9 мая начнется в 9.30 легкоатлетической эстапеты образовательных учреждений от администрации по замочному маршруду. С 10.30 до 11.00 построение колонн в районе ГДК. В 11.00 от ГДК и от площади Николаева будут отправляться автобусы с ветеранами, также ветераны будут обеспечены ветеранами. В 11.00 начинается шествие колонны до площади СОТ. Шествие рассчитано на 45 минут. В этом году мы сделали и я надеюсь, что работа будет завершена полностью озвучку улицы Жукова, поэтому теперь у нас озвучка не только по проспекту Парламакса, но и по улице Жукова. Больше мы с вами в тишине идти не будем. С 12.00 до 12.45 в роще 500 пройдет хоржет 13 права и митинг разложения винтов и цветов. И с 13.00 одновременно начнутся солдатский привал и ветеран и праздничный концерт. Затем мероприятия перейдут на площадь Критового центра НОТ. Начнутся они в 18.50 трансляции на больших экранах торжественной акции скафета вечного огня дороги жизни. Эта скафета пройдет 7.00 мая и 9.00 мая наши жители смогут увидеть видеоролик о том событии. 22.00 апреля в этом зале проходила работа приемной губернатора, куда приглашены были все жители города и района. Пришло очень много людей, интересующихся проблемы газификации. Чуть-чуть о цифрах я об этой проблеме расскажу. На сегодняшний день в городе Генгисеппе газифицировано 72% домовладений, в том числе 33 тысячи квартир и 213 домов индивидуальной жилой застройки. Один крупный проект, который мы продолжаем и уже в этом году завершаем, это микроэн Южный. Три этапа мы строили. Первый этап от Карла Маркса под железной дорогой. Дальше было первая очередь строительства и в этом году построили вторую очередь строительства. В итоге у нас будет генгрифицировано, получат возможность инфекции 520 домовладений частных. В итоге мы построили 11,5 километров сетей распределительных по улицам на сумму 17,4 миллиона рублей, в том числе и за счет местного бюджета и с привлечением областного бюджета. Подрядчик Москва масштаб город Псков по итогам торгов они выполнили работы в срок, но до сих пор не могут предъявить полноценную документацию и ввести в эксплуатацию и, соответственно, пустить газ в построенный газопровод. Я надеюсь, что в течение мая-июня эти работы будут подрядчикам завершены и сданы. В соответствии с ежегодным договором о сотрудничестве между правительством Минградской области и УАО «Газпром» газораспределения закреплены обязательства по строительству газопроводов отводов и газораспределительных сетей за УАО «Газпром». Об этом было к нам письмо от правительства Минградской области. Так что, Виктор Ильич, хочу обратить внимание, что у нас как бы с поселенческого уровня распределительные газопроводы по селу внутри населенных пунктов сразу мы, так скажем, переходим на уровень региона, минуя районный уровень. Значит, пять межпоселковых газопроводов в ближайшей перспективе планируется. Это Пустомежа, Мануева, именицы, Недобрицы. Дальше от ГРС-услуга, они позже, индивидуальная индустриальная зона услуга, Березники, Большие, Валовицы. Дальше также от ГРС-услуга Кузенкина, Робша, Абанакюля, Калия, Великейкина с отходами на Акраколию услуга Преображенко, Выбье, Промзон 1-2, Малой Кузенкина, Болкова, Венекюля, Федоровка. И от ГРС-услуга Коммунар, Керстова, Кекерицы, Войнасова с отходом на Промзону и Раговицы. И пятая Аркайбалова, Тютицы, Велькота, Удусова с отходом на Непланс. Повещание, которое назвало 22 апреля приемного губернатора, было высказано на предложение, которое пошло в протокол. Мы его отправили в комитет по ТЭК области в предложение внесения в региональный заказательства изменений, касающихся включения в субсидию работ по газификации жилого дома вплоть до газовой плиты. То есть, чтобы государство могло человеку предоставить газ как таковой. А уже дальше дело хозяина поставить котел, который бы производил из газа тепловую энергию отапливал или удовольствовался этой газовой плитой. В Висенском поселении завод по оживлению газа в газопровод туда должен быть по последним данным 350 километров из Волхова в ДРС будущую услугу. И когда я называл ДРС-услуга, ее пока не существует, но в проектах она имеется. Поэтому соседние населенные пункты и муниципального образования ДРС-услуга планируют построить пока планы строятся на 2018 год, как называл вот эти 50-й губернатор где-то подряд. И о нем мы планируем газифицировать соседнее услугское поселение в Узенке на месте. У нас в выходные прошло областное мероприятие. Это областной конкурс «Дружная семья» среди молодых семей Ленинградской области посвященный 70-летию победы. От Бесебского района участвовала семья Старковых. Это двое родителей и ребенок. И наша семья стала победителем в номинации «Замужество». Это спортивные состязания и таким образом принесла победу в этой номинации к нашему району. Вероприятия в основном выездные. Наши борцы вольная борьба команда выезжала по флайяме и участвовала в международном турнире где представлены 26 стран Эстония Израиль Латвия Литва Греция Россия Наши спортсмены четверо спортсменов один победитель и трое призеров стали этих соревнований. Также принял участие в региональном этапе леди спартакиады чаще всего по вольной борьбе это северо-западного федерального округа участвовало 4 спортсмена Федоров Никита стал призером занято второе место в этих престижных соревнованиях. Те проблемы которые были озвучены по поводу проблем с Митсером уже мы как предчувствовали губернатором на встрече голосов это говорил и совместно с администрацией административной комиссией мы уже эту работу в принципе начали и начнем все-таки пока теми инструментами которыми мы на сегодняшний не располагаем но в Генгисевке советует городской район и готов выступить пионером но посмотрим если нам сегодня закон позволяет мы сами примем положение и начнем с этим положением жить и работать уже в отношении частного сектора на встрече 17-го числа сосновым баром Сергей Евгеньевич Нарышкин это день Государственной Думы день наших армонитариев события очень важные и значимые дата была объединена празднование было объединено не так давно но вообще-то история нашего формального российского начинается с 1906 года и как в общем-то всегда политики говорят когда говорят депутации говорят парламентарии то молчат пулеметы давайте пускай будут лучше спорить и ругаться в парламентах за нашу хорошую жизнь чем когда говорят пулеметы с праздником вас наших российских парламентарий Халинина Надежда Константиновна многие годы ее лично знают во всех ипостасиях высокопрофессионализм и сидит 65-летием за дня Леонид Леонид Социал Продолжение следует...